Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня очень-очень, мне кажется, давно не было здесь. И, наконец-таки, я хочу снять видео. Это будет видео, где я вам покажу некоторые посылочки, расскажу о каких-то бьюти-покупках в Таиланде. Я уже оттуда вернулась, также кое-что с Алиэкспресса будет. Кстати, да, я успела за это время, пока я не снимала видео, вернуться из Таиланда, отпраздновать вчера свой день рождения. В общем, все чудесно. Ладно, давайте скорее будем приступать. А, здесь еще будет, в общем, Asos, Faberlic, покупки из Тая, Алиэкспресс. Начнем. Первое, что я вам хочу показать, давайте, наверное, начнем с Faberlic. Во-первых, я уже половину своего этого заказа использовала, закончила, чтобы вы понимали. Собой в Таиланд я взяла вот такой вот шампунь-активатор густоты волоса, и это именно идет экстра фарма серия. Мне он очень понравился. Я использую со всем комплексом. То есть я с собой также брала вот такую разогревающую маску, и вот это до, оно работало просто на ура. Я закончила и шампунь, и маску. От шампуня отлично промывает волосы, он их разделяет. Они такие, ну, блестящие, красивые. И самое главное, чем мне нравится разогревающая эта маска, то, что действительно чувствуешь такой тепловой эффект, и в то же время волосы легко, когда по всей длине распределяешь, я не только в корле втираю, но и по всей длине распределяю. И такое очень хорошее ощущение. Они не слизкие, но в то же время очень хорошо расчесываются. Поэтому самое главное, что волосы выпадают меньше, когда я использую вот эти вот средства. Я осталась очень-очень довольна, прям на ура. Также у меня есть вот такой укрепляющий бальзам, гель-бальзам против выпадения волос. Это средство несмываемое, как я поняла. Так, да, его нужно втирать в корни, и им я только один раз перед отъездом воспользовалась. Ну, как бы, я думаю, что эффект должен быть такой же, как и от всей серии. Я просто хочу заново заказать вот этот шампунь и вместе уже использовать в парочке вот этот гель-бальзам с шампунем. Довольно вообще просто. Я всегда говорю, Фаберлик, вы большие молодцы. Я обожаю. Не знаю, куда складывать, чтобы не запутаться. У меня столько всего на столе передо мной. Я люблю серию Бьюти Кафе, и у них действительно очень много... Вообще, в Фаберлик столько всегда всяких новинок, что я не успеваю. Только что-то вроде бы попробую. Уже снова что-то новенькое. В общем, карамельная груша, гель для душа. Я брала с собой в тренажерный зал, потому что этот был такой успокаивающий аромат. После того, как ты перевозбуждённый, организм на взводе после трёх-четырёхчасовой тренировки. И в душе очень хочется просто вдохнуть приятный, нежный такой аромат. Кремовый гель для душа. Очень мне понравился. То есть, как бы, ну, гель для душа с таким приятным и аромаэффектом, и, скажем так, то, что кожу не пересушивает. Это карамельная груша. Также из этой серии, я не сказала, вот, карамельная груша, из этой серии я взяла крем для тела. И я так думаю, это лакомство для тела, ноль калорий. Мне нравится, как они пишут. Здесь тоже такой довольно-таки приятный аромат. И я им, я только лишь понюхала, и у меня из этой серии был другой крем для тела. Лёгенький, с ненавязчивым ароматом. Буду с удовольствием использовать. Кожа сейчас сохнет, кремы, муссы, масла уходят в неимоверном количестве. Поэтому, думаю, что мне это пригодится. В тренажёрный зал я с собой хочу брать, специально брала вот такой тонизирующий скраб-актив для тела. Антицеллюлитный. И здесь как будто бы такие мелкие-мелкие гранулы. Я один раз только воспользовалась аромат бодрящего грибфрута. Ну вот для меня это аромат именно грибфрута. И здесь такие мелкие частички скрабирующие. Я думаю, что это сахарные частички. Очень приятные. Поэтому пока вместо геля для душа я с собой буду в тренажёрный зал брать именно вот этот скраб. Потому что мне нравится, что он с таким немножко полирующим эффектом. То, что я ещё не пробовала, это дневной крем из серии Блума. Именно там по возрасту подбираешь. И мне понравился здесь состав. Здесь был очень неплохой состав. И самое главное, у меня крем для глаз есть из этой же серии. И мне этот крем очень-очень понравился. Я ещё не открывала, потому что нужно закончить другие кремы. Но обязательно, когда я уже воспользуюсь, это серия 35+, если я не ошибаюсь, я с вами поделюсь впечатлениями. Также я взяла вот такую очищающую эмульсию. И вот эту эмульсию я посмотрела. Во-первых, здесь тоже состав хороший. Масло Макадамия на втором месте. Вот как на третьем, вернее, месте. Вот мне же прям было интересно. Это эмульсия-трансформер с нежной текстурой. При нанесении на кожу она превращается в тоник. Ну, то есть, по сути, это вообще средство для удаления макияжа. То есть, наносишь, превращается в тоник. Как бы должно немножечко растворить. Такой приятный, довольно-таки нежный, молочковый именно аромат. Ну, интересная штучка. И у меня вот эта серия Weekend, она у меня была в виде эмульсии представлена. Маски для лица мне понравились. И я решила попробовать вот эту вот эмульсию. Пока не могу сказать, что я ей много раз воспользовалась и прям супер поняла эффект. Она растворяет макияж, действительно. Но я не пробовала на глазах. То есть, растворит или нет прям тушь, я не могу вам сказать с полной уверенностью. Честно сказать, я не поняла вот этот пятновыводитель для цветных вещей и белых. Для белых и цветных тканей. Короче, для всего. Потому что я попробовала отстирать у меня там на одной кофте. Пятно было, я случайно с другой вещью сложила. И, ну, честно сказать, эффекта я какого-то не увидела. Поэтому я не поняла вот этот пятновыводитель, к сожалению. Обожаю дезодорант для обуви вот этот освежающий. Я подсела на него. Никакие там, я не помню, как другие всякие фирмы называются. В общем, которые я покупала там в Магнит Косметик и так далее. Мне очень-очень нравится. Я всегда в обувь, закрытую обувь, использую такие дезодоранты. И всегда я также на ноги обязательно наношу. Ну, вот у меня в основном сейчас Рексона дезодорант для ног. Ну, вот так вот. Пасту я наберу в каждой распаковке Фаберлик. Я вам показываю для шкафа ароматизатор для белья. То есть не обязательно для шкафа. Можно куда-то положить, да, с бельем. Поэтому и всегда у меня висят. Мне нравится, когда такой освежающий аромат. Давайте теперь, наверное, я вам покажу Цейсос. У меня буквально это была черная пятница. Я не собиралась ничего покупать, но я увидела на куртку, которую я хотела. Я вам оставлю обязательно на все ссылочки. Я увидела на нее потрясающую скидку. Она была 27, по-моему, тысяч. И в итоге что-то 7 тысяч или что-то такое на мне обошлась. Кожа. Кожа очень такая фактурная. Но в то же время она мягкая, приятная. То есть она на вид такая фактурная. Но очень-очень мягенькая. Это Барнес. Двенадцатый у меня размер. То бишь наш 46. И она классно сидит. Она короткая. Я хотела что-то на весну-осень. Вот такого байкерского. И в то же время вроде как, в моем понимании, классического стиля. И я ей осталась очень довольна. Плюс я хотела обновить немножечко свой спортивный гардероб. И у меня в закладках от Хита были вот такие вот лосины. Надеюсь, что будет видно. Такие красного цвета. Я просто в Инстаграм делала. Я взяла бра. С бра немножко я не угадала. Потому что здесь, вот так вот сделано сзади, здесь вообще нет, то есть, ни чашечек, ничего защитного. И получается, что когда я надеваю, соответственно, ну как бы нижнее белье без нижнего белья. Поэтому приходится теперь немножко по-другому носить. Хотя держит очень хорошо. Мне как бы вообще вещи понравились. Удобные, тянутся, материал приятный. И к телу приятный. Тянется хорошо. И заниматься очень-очень комфортно. И также я брала вот такую вот маечку. Но она оказалась мне немножечко коротенькой. И за счет того, что, как я сказала, ну откровенно говоря, просто торчат соски. Их видно через белье. То, ну как бы, блин, такой маечкой я не могу надеть. Я под свободную черную одевала в спортзале. Так, это что касается пакета-пакета. А, кстати, про фаберлик. На мне сейчас свитер. Вот такой вот очень, во-первых, приятного, симпатичного цвета. Очень приятного материала. И мне нравится вообще, как он сидит. Мне нравится вязка, как на нем выполнено. И это я заказывала... Кстати, я не помню. Это не новинка была. Это из постоянной коллекции, каталога, скажем так. Как я заказывала. Мне очень нравятся вещи. Многие фаберлик. Действительно, я в таком восторге, во-первых, от цвета. То, что он такой немножечко горчичный. У меня был маникюр еще в таком цвете, когда я купила. И прям одно удовольствие действительно его носить. И я его постоянно сейчас не могу ничего с собой поделать. Я его действительно постоянно сейчас надеваю на себя. И в полном восторге. Также от фаберлик, что я вам еще не показала. И у меня сейчас на бровях. Это карандаш. Это карандашик микросайз супер. И он действительно очень классный. Оттенок дип браун. Но оттенок он немножечко такой с серым каким-то потоном. Красивый. С другой стороны здесь есть щеточка для прочесывания ресниц. Хотя здесь совсем немножечко. А ну-ка давайте выкрутим. Ну да, здесь немного. И он довольно-таки так быстро расходуется. Но как он тоненький. Он такой немножечко будто гелевый. Как он прорисовывает брови. Как его легко растушевать. Я обязательно его повторю. Я от него в восторге. И я заказала также гель для бровей. И если честно, я думала, что это будет тот же самый гель, который раньше у них был. Но оказалось, что вроде бы это другой гель. И здесь такой оттенок прям коричневый-коричневый. И немножечко я расстроилась. Потому что, ну, как бы мне это не совсем подойдет. Потому что цвет реально прям коричневый. Ну, немножко не том. Так, давайте, наверное, теперь покажу. Я вам... Во-первых, я вам уже как-то показывала, что мне пришло зеркало. И оно было сломано. И в итоге я его заказала заново. Но уже оно пришло ко мне в целости и сохранности. Посмотрите, какая это красотень. Какое оно классное. И обязательно оно в нескольких цветах. Само по себе именно зеркало хорошее. То есть все отлично видно. Ну, я прям действительно от него в восторге. И я его покупала, чтобы, когда буду делать какие-то обзоры в ближайшее время, будете наблюдать его в кадре у меня. Оно легкое. Оно, конечно, хрупкое довольно-таки. Но, тем не менее, я даже вот это в итоге не выкинула. Потому что можно и так будет снимать, и что и просто для себя. Слушайте, я себе челку, как обычно, обкарнала на дне... Перед днем рождения прям. В общем-то, да, зеркало очень красивое. Это пластик, конечно же, но супер. С Алиэкспресса. Еще, может быть, вы заметили, у меня на руке сейчас вот такое вот колечко. И я была удивлена, когда оно мне пришло в симпатичной такой коробочке. И мне нравится... Просто я хотела булавку, чтобы было три колечка. Ну, вот сейчас, я не знаю, я вам все ближе постараюсь показать. Оставят также ссылочки. От воды немножечко у меня подслезло. Оно и стало уже не столь симпатично. То есть то, что было серебряным, стало немножко золотинкой. И золотинка подстерлась в какой-то розовый. Но я его все равно заново себе закажу, потому что мне очень-очень нравится. И, правда, переворачивается булавка. Вот иногда, то есть она вот так вот переворачивается. Но, тем не менее, мне безумно нравится это колечко. И я хочу его себе снова. Также с Алиэкспресс. Я тестировала и показывала вам палетки различные. Там, Фокалюра, что-то еще у нас One to One или как-то была, да, фирма. Потом я увидела, что есть еще тоже фирма Уканбэ, если я правильно говорю. Которая не делает подделки, а также сама именно производит свою китайскую косметику. И я у них взяла, во-первых, базу под тени. Здесь аж 10 миллилитров. И база, как я посмотрела, ну, то есть она довольно-таки приличная, извиняюсь. И так. Она такого беленького цвета. Ну, да. Мы с вами ее обязательно протестируем. У меня опять начинает... Я болела две недели. И опять начинается кашель. Начинают слезиться глаза ужасно. И также, вообще из-за чего я делала весь заказ, я увидела палетку, которая называлась Ревлана Ребез. И она такая была симпатичная, как будто бы такая, знаете, сказочная. На первом месте Мика, Тальк. Ну, в общем, Уканбэ мейкап. Я обязательно сделаю обзор. Я хочу с ней сделать макияж. Я еще не делала с ней макияж. Но просто посмотрите, какая прелесть. Я вам сейчас оставлю обязательно ссылочки, как такая книжечка открывается. И, честно сказать, у меня здесь подкупили цвета яркие. Здесь и синий, очень красивый, фиолетовый. Если это все перенесется, так же здорово на лицо. Кстати, здесь есть такой немножечко горчичный, ближе как раз к кофточке, которая на мне сейчас. И другая палетка. Там что-то была какая-то, по-моему, акция. Если берешь две вместе палетки, то там какая-то шла скидка или что-то такое. И это была палетка, которую, в принципе, мне тоже интересно было посмотреть. Magic Span Eyeshadow Palette. Вот. Она вот такая. Magic Span она называется. У нее уже такое немножко более нейтральное оформление. Но, господи, давайте вытащим ее. Так, тоже книжечка, но уже немножко по-другому открывается эта книжечка. И здесь уже есть зеркало, в отличие от прошлой. Но тоже, посмотрите, здесь такие есть красивущие цвета, но она больше в таких зеленых. Здесь много зеленых, зеленых, коричневых, дохромов. Я обязательно сделаю с одной и с другой макияжем. Мне хочется самой попробовать, хочется поэкспериментировать. Мне нравится потом смотреть фотографии, которые я делала, потому что не так часто я делаю яркие макияжи. Так, следующее. Давайте теперь, наверное, перейдем к тому, что я привезла из Тая. Привезла я не так много всего. Большую часть я привезла на подарки, которые я уже успешно раздала. Но я вам хочу сказать, что там, во-первых, в 7-Eleven, их популярный магазин и Family Market, у них два магазина, у них вовсю продается, ну, вот просто продается все. И относительно недорого. Там есть вот такие масочки от фирмы Pounds. И, в принципе, наверное, стоило начать не с этих масок, но тем не менее. И маска 5-минутка, увлажняющая, как, знаете, форма майонез, как будто бы. Это потрясающие масочки. Я там их делала постоянно. Я их брала на подарочки. Я вот сколько еще не использовала, у меня 5 осталось таких себе. Потом я взяла несколько еще других. Да, и я от них в восторге. Действительно, классные очень маски. Если вы будете в Таиланде, я это еще до посещения Таиланда покупала через eBay. Это от той же фирмы Pounds. Это вот такие вот пудры. У меня есть знаменитая BB. Всем привезла на подарки, но у меня она была уже, если я покупала. Я себе взяла недостающий. Это я себе взяла вот такой вот Tone Up Milk. Ну, по сути, это просто такая абсорбирующая. Здесь большой объем. Ну, просто, то есть, так вот откручиваете, тут снимаете сверху бумажечку, пленочку, дырочки, да, высыпаете и нужное количество распределяете. Она стоит на рублей, если перевести, ну, рублей 70, 60, 70 рублей. Но это бомба. Кстати, у них присыпку. Я себе натерла сильно ногу и я себе купила присыпку. Потому что, ну, влажность, жара нереальная. То в автобусе, то ходишь в отеле, смотришь, потому что я ездила по работе. Я себе натерла одну ногу сильно прям. Я купила присыпку, вы знаете, небо и земля. То есть, я взяла тот же Johnson's, но тайский. Это было абсолютно другое. Так, а также у них есть пудрочки Neatrif. И это уже пудра, тот же самый принцип, но это пудра с оттенком UV Powder. Тоже классно, они все классные. Они не придают как такового тона. Они с разным эффектом. Либо матирующим, либо, наоборот, сиянием. Либо просто немножечко оттеночное. Ну, как бы, вот так. Потом от, давайте закончу, наверное, я с Pounce. Я себе там взяла, ну, я все сейчас, я смотрю, я не вытащила. У меня уже что-то где-то распределено. В общем, я себе от, также от Pounce взяла несколько умывашек. У меня есть такая розовенькая миниатюрная, у меня есть большая. Но она у меня, да, я вчера как раз уезжала, она у меня осталась. Вот эту я еще не открывала с углем. И у меня она есть также в миниатюрной версии. То есть вот такая малюсика стоит рублей 40 где-то. Вот такая, я не помню. Ну, по-моему, рублей 200-250 стоила. То есть я не могу сказать, что прям супер дешево, но тем не менее. Они классные, они хорошо очищают. Потом я себе также от BORM взяла. Кстати, я себе купила там чемодан. И чемодан там, правда, выгоднее покупать, если вы попадаете особенно на какую-то распродажу. Я себе взяла большой чемодан. И относительно недорого, 4,5 тысячи рублей он мне обошелся. Так, возвращаемся к BORM. Это я покупала, просто я сейчас вспомнила, где я брала, в Ceylon Junk. И самое интересное, я как-то так получила, что вот эта пенка у меня здесь половины не было. Кто-то отлил себе ее. Но пенка, кстати, классная. Также брала и на подарки, и себе сенка. Вроде как это шесейда. Вроде как. Напишите в комментариях, может быть, я ошибаюсь. Сейчас я себе взяла для... Так, здесь сколько? Здесь 50 миллилитров. Я себе взяла для проблемной кожи. Я взяла себе отбеливающую. Еще у меня в ванной сейчас стоит голубенькая. В общем, они классные. Мне они очень нравятся. Они не пересушивают кожу. Они хорошо пенятся. Снимают остатки макияжа. И все здорово. Если будете в Таиланде, обязательно купите себе вот такое вот масло для волос. Оно есть зеленое и есть для окрашенных волос. Вот как у меня. Вот такое желтенькое. Очень классное. Рублей стоит 150. Это не стекло, пластик. Так что веса много не займет. Здесь 50 миллилитров. Очень классное масло. Я не только на кончике, я по длине также распределяю. И состав потрясающий. Как бы защита и от солнца. И много все обещающее. Но реально оно классное. Естественно, я себе навезла и себе на подарки кучу вот знаменитых паст. Ну, как бы без тайской пасты. Оттуда приехать невозможно. Наверняка вы все знаете эти пасты. Я их очень люблю. Да, они бывают ядерные. То есть они вот так вот выглядят. Это вот такие вот пасточки. Но они действительно очень и очень хорошо очищают зубы. Они хорошо для... Вот у меня... Вот сейчас у меня вот такая с кокосиком. Очень при... То есть есть и неприятные, и есть приятные. Они так пенятся просто. Такое ощущение, что у тебя полный рот всего там. Но, тем не менее, я их обожаю. Я себе брала, кстати, там покупала и пользовалась. Вот две осталось, привезла. Вот такие маски разные. Я вот не знаю, это Кэсси Долл, наверное, фирма. И мне они... Да, это Кэсси Долл. И мне они тоже понравились. Такие с неплохим эффектом и составом. От Биоре тоже использовала для носа очищающие. Вот такие стоила рублей. Ну, сто от силы. Вот из пяти штучек. Вот такая упаковка. Тоже классные. Ничего вообще не могу сказать. Я пользуюсь японскими бритвами для того, чтобы удалять волосики над губой. Потому что я начинала делать лазерную эпиляцию. И это просто, ну, больно. Не могу терпеть. И я все время покупаю вот такие специальные бритвочки. Вот, собственно говоря, я их там тоже себе купила. Также для бровей удобно использовать. Ну, как бы здорово. Я ищу универсальное. Нет, я ищу чудесное средство для того, чтобы избавиться от пигментов. Надеюсь, что я его нашла. Но об этом чуть позже и нашла его не в Таиланде. Но там я купила себе. Увидела, что тоже от пигментных пятен. Вот такая вот какая-то у них мазь. Я ее схватила. И думаю, что же она мне так сильно напоминает по аромату. И поняла. Сейчас я вам покажу. Или не покажу. Мазь пигмента индийская. И у них также с сафраном есть крем. Вот очень-очень чем-то похожий. Но я мазала. Особо мне не помогло. От укусов животных накупила на лето. Вот таких себе тоже крем, как бальзам. Потом, ну, кстати, вот то, что мне не очень понравилось. Хотя классный состав для ног. Вот такие у них кремы. Кое-что я оставила тоже на подарочки. Ну, как бы ничего такого особенного. Гигиеничка, которую я не взяла. Но фирма Mistline. Вот такая фирма. Это я вам сейчас биби-крем показываю. Который я попробовала на руке. Мне он так понравился, что я даже не пострела, что здесь всего лишь 15 миллилитров. Сделан он в Корее. И как бы SPF 30. И там можно было его не покупать. Ну, ладно. Он классный. Я им пока один раз только воспользовалась и решила оставить для дорожной своей косметички. Как-то, как-то думаю так. А потом бальзамчики у них для губ везде. Вот такие натуральные. С кокосом, с клубничкой. У них есть что-то типа местного фикс прайса. Ну, короче, чего там только нет. Вот тоже взяла это. И так, что еще? Что еще? Что касается Тая, уже не помню. Я же говорю, много чего уже просто я так убрала, перенесла. Но, кстати, в Пхукет. А если правильно, то Пхукет. Я просто влюблена. Я просто туда хочу на отдых. Я влюблена. Если сказать так коротко. О моей поездке я в полнейшем в восторге. Да, кстати, еще у меня появился вот такой вот порфейский. Парфюм, Лакосте и Л.12.12 Пур Эль. Очень интересный аромат. Не думала, что мне такой понравится. Это смесь Тачпинка с чем-то более свежим. Вот как-то у меня такая ассоциация. Потом у меня тут есть еще подарочки, блокноты, косметичка. Но об этом я расскажу в отдельном видео. И про парфюм в том числе. Потому что, потому что пусть останется немножко интригой. Ладно. Ну что ж, на этом я буду заканчивать видео. Надеюсь, что я ничего не забыла. Вкратце вам показала. И мы увидимся совсем скоро. Я не знаю пока вот по поводу палеток теней. То ли я в одном видео сделаю. С ними обзор, то ли на каждую отдельно. Не знаю, но что-нибудь обязательно сниму. Вам расскажу, покажу. Ой, господи, сколько же коробок. Напишите, пожалуйста, в комментариях коробок с пустыми баночками. Сделать пустые баночки. Я к концу года хочу все это расхламить. Их очень много. Сделать отдельно про парфюм. Сделать отдельно про декоративную косметику, которая закончилась. Отдельно про, допустим, кремы для лица, средства для волос, сыворотки, тоники. Или просто показывать все вот сборную такую солянку. То есть вот поскидывать в один пакет. Так, это для одного видео. И все подряд. Или именно по тематикам. У меня, допустим, солнцезащит только, наверное, штук 20. И я хотела как-то, думала рассказать обо всем. Там тех же всяких сывороток. Я не знаю, тоже штук, наверное, 20 кремов. В коробке минимум 20-30. То есть каким образом? Либо вот сравнить, сказать, вот я перепробовала то-то, то-то, то-то. Там за 8-10 месяцев. Или за что-то даже за год. И мне понравилось больше это. В каком формате? Я буду ждать от вас комментарии. Ставьте пальчик вверх, если вам это видео понравилось. Если вы просто со мной с чашечкой кофе, чая посидели и расслабились. Так что я очень жду вас в комментариях. Я обязательно сниму автовлог, где поделюсь с вами информацией о поездке, о каких-то своих просто мыслях, о своих планах. В общем, не знаю. Просто, как обычно, включу камеру и поболтаю. А может быть лучше не автовлог, а сделать прямую трансляцию. В общем, пишите в комментариях. Я очень соскучилась. До новых видео. Пока-пока.